Облик Ленинска-Кузнецкого в руках его жителей. Сегодня в городе прошло рейтинговое голосование за проекты благоустройства. Десять планов реконструкции общественных территорий борются за финансирование. Выбрать нужно два. С этого года эта процедура – обязательное условие реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Сегодня мы предлагаем 10 территорий. Это те территории, которые у нас в программе «Городская среда», которые реализовываются с 2018 года. В связи с тем, что внеслись изменения в законодательство, то сейчас все малые города принимают участие в рейтинговом голосовании. До 2020 года у нас на территории Кемеровской области только Кемерово и Новокузнецкое проводили рейтинговое голосование. С этого года все территории проводят рейтинговое голосование. Определить, какой сквер нужнее, должны сами горожане. Нужно всего лишь прийти на участок с паспортом, получить бюллетень и поставить галочку за понравившийся объект. В списке 10 территорий. Парк здоровья, пионерский парк, сквер ЦДК, площадь Победы, ремонт фонтана, парк имени Горького, стела Первой шахты Успех, сквер Мартовского восстания, сквер на улице Коммунистический, бульвары Химиков и Клюева. Победителям достанутся денежные средства на реализацию проекта. Среди тех, кто сегодня проголосовал, была Елизавета Патрушева. За реконструкцию сквера Центрального дворца культуры и парка здоровья в городке. Почему выбрала вот эти вот объекты? Почему вот на твой взгляд важно, чтобы их сделали? Я хочу, чтобы наш город был красивее, озелененный, чтобы мы дышали свежим воздухом. Лесной городок часто сама езжу туда гулять, потому что дышать свежим воздухом все-таки нужно и полезно для нашего здоровья. Но сквер ЦДК, потому что как-то близок, он мне к сердцу. Уже завтра будут подведены итоги голосования, каким двум территориям горожане отдадут предпочтение, будет объявлено в пятницу на очередном заседании общественной комиссии. А дальше начнется работа по составлению дизайн-проекта благоустройства территории.